Добрый вечер! Спасибо всем, что вы пришли. Спасибо Елене Аркадьевне, что она согласилась проводить эту мероприятию здесь, Томи Лосева. Я тогда не думал о том, что Пальмонт жил здесь почти напротив, на Микло-Песковском переулке. Так что, в общем, все сходится. Хочу также в первую очередь поблагодарить Ольгу Епишеву, которая когда-то связала меня со Светланой Константиновной. Шелс, которая сидит рядом со мной. Хотя я жил тогда не так далеко от нее, ее мужа Юджина, мне почему-то не удалось ее найти, когда я впервые прочитал письма Константина Пальмонта к Дагмар-Шаховской и сразу представил себе вот эту книгу, которая есть теперь, была во всяком случае на столе. Говоря бальмонтовским языком, потребовалась волшебная рука молодой исследовательницы с Ивановской земли, чтобы получилось чудесное создание по имени книги. Светлана Константиновна ждала долго и не всегда терпеливо, пока книга готовилась в свободное время от преподавания, заведования кафедры и более моих неотложных научных работ. Она принимала нас, меня и Парито Черкасову у себя дома, показывала прекрасный город Ротчестер, приезжала к нам в Чикаго, даже принимала меня у себя в Бержераке, где у меня маленькая квартирка. И все ждала. И дождалась. Я очень рад сообщить. Могу только надеяться, что скромный результат оправдает все ее терпение. Отчасти ее заставила ждать Мария Анатольевна, которая требовала, чтобы книга, мне представляющаяся более в виде любовного романа, отвечала научным стандартам. Спасибо ей за это, за ее веру в книгу. Также надеялись, что результат оправдает веру в ее глазах. Спасибо Ивановцам, Михаилу Юрьевичу, Пальмонту, которые чтят и хранят память о замечательном земляке. О чем эта книга? О любви, об изгнании, о бедности среди культурных богатств, о гордости среди лишений и унижений. Больше всего эта книга о том, как видит мир поэр. Это почти дневник, обращенный некому идеализованному образу себя. Еще в 1913 году Вячеслав Иванов говорил о почти жутке производительности Пальмонта, который, подобно царю Мидасу, все превращает в золото лирики, все до чего дотронется. И поэтому он лишается самых нужных. Он принимается за роман, по-моему, очень ненужным. Это там живется в биографии, от возмездия Александра Блока до жизни Арсеньева Бунина и даже других берегов Набокова. Но он также чудесным образом воплощается в виде сына, которому он дарит имя своего героя Георгия. Несмотря на свой восторг, он больше года, восторг по поводу рождения сына, он больше года никак не может доехать до Дагма, чтобы увидеть своего ребенка. Роман оказался более реальным для поэта, чем ребенок, собственно. В конце писем поэт также предчувствовал, хочется сказать, сочинил даже рождение своей дочери Светланы, которая сидит с нами сегодня вечером. Это событие остается за бортом корпуса писем. Дагма переплела все письма за каждый год в отдельный томик. Сохранились их только первые четыре томика всего 850 писем. Это иногда по три письма в день, включая телеграммы, краткие почтовые открытки. Весь архив Пальмонта вместе с письмами к нему от Дагма пропал. Но тот фрагмент, правда, большой фрагмент, что остался, в общем, заслуживает большого внимания нашего. И я очень рад, что нам удалось издать эту книгу. За столом сегодня вечером сидят и напротив стола, отчасти, сидят те люди, которым мы должны, обязаны к появлению этой книги. Это Виктор Александрович Маслин, директор издательства «Русский путь», Мария Анатольевна Газильева, редактор книги, Николай Алексеевич Богомолов, покровитель Серебряного века в сегодняшнем Москве, и человек, который нам помогал по ходу всего дела, и, в частности, поделился фотографиями с паспорта, в общем, копии паспорта Пальмонта, его семьи, когда эмигрировали в 2020 году. Еще вот здесь я хочу представить Наталью Ивановну Бруни, представительницу рода Пальмонта, Пальмонта, Бруни в Москве. И опять напротив нас Михаил Юрьевич, Пальмонт, Ишуй и Заванова. Они все будут выступать. Я просил всех по возможности кратко, потому что я знаю, как душ набывают в этой комнате вечером. Сейчас я проверю порядок. Начинаем, пожалуйста, предоставляем слово доктору Александру Ильичу, который выступит от имени представительства. Спасибо, что пришли. Спасибо, Роберт. Я даже в руки беру, как дитя издательства, нашу книжку. И наш путь к этой книге начался давно. Ну, он начался, наверное, прежде всего, с Калин Федоровны, которая в моем телефонном справочнике записана не как Гарань, а как Бруни Бальмонт. Что с Калин Федоровны мы знакомы давно. Калин Федоровна один из наших дарителей и один из друзей дома. Ну, а потом, чтобы была наша помощь в Шуе, небольшие книжки отправляли. Старались поддержать музей, старались поддержать библиотеку. А затем Мария Анатольевна Васильева, ученая-секретарь Дома русского зарубежья, предложила такой проект, который готовим Роберт Бёрд, известнейший сновист. И когда я посмотрел, сначала развернутое аннотацию этого проекта, письмо, то, конечно, Бальмонт пришел в русский путь. И мы, конечно, старались сделать книгу должным образом, чтобы нам не было стыдно и перед лучшими специалистами серебряному веку, и перед замечательным боголомовым, и другими. То есть мы старались ее сделать на уровне. И я хотел бы поблагодарить Мария Анатольевна Васильеву, как редактора книги, за те старания, которые были приложены, и, конечно, Роберта за огромную работу, которая была проделана. Извините, что немножко задержались. Но я надеюсь, что книжка получилась уже вам судить. А вот вчерашний день, это удивительно, мы вчера принимали в нашем доме Светлана Константиновна, а за пару часов перед этим сотрудники позвали показать очередную дарь, который пришел от известного священника, отца Тимофея Исаакаса из Афины. Отец Тимофей решил подарить нам большую коллекцию русских книг. Вот мы открываем первую коробку, и что я вижу в книге Бальмонта? Дореволюционные и эмигрантские издания. Потом незабываемая встреча с вами, Светлана Константиновна. Я хочу еще раз сказать всем спасибо за то, что доверили нам эту очень важную, интереснейшую работу, где сам Бальмонт говорит и о себе очень много, говорит о своей жизни. Вот Лоберт уже, я не буду повторяться, очень красиво, прекрасно об этом сказал. Это действительно очень ценный источник и для тех, кто занимается Бальмонтом, для тех, кто занимается русской литературой, для тех, кто занимается русским злобежьем, и для тех, кто занимается русской историей. Так что спасибо, спасибо огромное инициаторам. Ну и прежде всего, конечно, Светлане Константиновне. Светлана Константиновна, позвольте вам приподнести его маленький язык. Спасибо большое. А теперь я рад снова представить Марью Анатольевну Васильеву, предактору книги. Можно сидеть, да, буду? Во-первых, со Светланой Константиной я, наконец, встречалась, до этого говорила с ней по телефону. И, надо сказать, огромное удовольствие от знакомства и встречи, огромное удовольствие, как и огромное удовольствие от работы над книгой. Задержана эта книга, ну, как бы мы говорим, да, немножко мы ее задержали. Здесь есть свое объяснение. Дело в том, что сначала Роберт действительно предложил очень интересный корпус писем, но когда я прочитала этот корпус писем, я поняла, что это не только история любви, а хроника жизни самого поэта и хроника жизни русской эмиграции во Франции. Причем такой есть эффект. Именно потому, что это была до некоторой степени такая любовь потаенная, очень искренняя, и там много было пережито, то он своей любимой женщине, Дагмар, писал многие вещи, которые бы он никогда не написал больше никому и не поделился бы никогда. Такими переживаниями делился поэт, который, ну, кому бы он это рассказал, Мережковскому, Прокофьеву, Куприну, а Дагмар Шаховскому это мог рассказывать. Вот как к нему относится один, как он недопонимает другого, как сложно ему найти, я не знаю, там, какие-то связи с издательствами, как бы кто-то обманул в Пражском и так далее. То есть это такая очень сложная и настоящая история жизни Бальмонта, может быть, не столь как бы такая в рамке красивая, сколько более вот та настоящая предметная, о которой мы теперь узнаем благодаря этой книге. Когда я это прочитала, я поняла, что здесь и нужен тоже предметный комментарий, может быть, более сложный и более такая серьезная вступительная статья. Я рада, что так оно и получилось, потому что такой книга создает эффект 3D. Мы видим и историю отношений, и историю русской Франции, и историю поэта. Просто уже только-только как писатели и поэта, да, как человек и так далее. Поэтому я, в общем, очень рада, что книга вышла. Комментарии там очень интересные, был привлечен и больше еще массив других архивов, как я понимаю, да, там есть архив Прокофьева и много еще других. То есть эта книга обросла такими бесценными материалами, которые теперь можно, вот они как бы запущены, что называется, в научный оборот. И еще хочу сказать, огромное удовольствие получали все. Я хочу поблагодарить Ольгу Анатольевну Савичеву, нашего корректора, который тоже душу вложил в эту книгу. Но могу сказать, все, кто работали с этой книгой, все, верстальщики, корректоры, вот буквально все через колонны проходило, а издательства у нас люди, в общем, очень такие образованные, интеллектуальные, они, надо сказать, очень эмоционально относились к этой книге. То есть все как бы вот читали ее с большим удовольствием. Вот, что, собственно, я надеюсь, и будет с другими читателями, потому что, как я знаю, книга была быстро уже раскуплена, и даже будет допечатка. Так что, все, что хотел сказать. Спасибо большое, Светлана Константина, за удовольствие работать над этой книгой. Спасибо вам. Еще раз. А теперь представлю человека суждения, которого я и жду, и боюсь больше, чем что-либо в связи с этой книгой. Это Николай Алексеевич Богомолов. В связи с тем, что Роберт просил сокращаться, я сокращусь до минимума, но и в минимум, и думаю, что достаточно интересного. Оценивать книгу не буду. По-моему, тут вообще как-то невозможно. Другие мнения, все сделано замечательно, и материал первостатейный, что было ясно уже по первой публикации, кратких отрывков из этих писем. Ну, а сейчас превратилось в такой безусловный факт русской культуры и культуры самой разнообразной, начиная от культуры эротической и кончая культурой книжной, высокодуховной. Я прочитаю такой небольшой фрагментик, имеющий отношение прямое к этой книжке. 26 апреля 1922 года. По просьбе Бальмонта я стал обывать у Дагмара. Она оказывается беременной. О себе и о Бальмонте говорит со смехом, не понимает сама, как влюбилась в него. Сегодня она рассказала мне жизнь свою. Она по рождению шведка по отцу и француженка по матери. Брат ее поступил в иезуический орден в Лионе с очень строгим уставом. Не имеет права дотрагиваться ни до чего живого, не имеет права никого целовать и даже здороваться за руку. Болел астмой. Заставляют его делать самое для него неприятное. Он очень не любит запаха керосина, об этом узнали и сделали его ломповщиком. Рассказывала о своем детстве и отрочестве. Была сорвиголова. Ее отдали воспитываться за границу. Там она чуть было не вышла за туркой и так все в этом роде. Муж ее Шаховской, сын Сергея Ивановича. Чтобы уехать из Москвы за Бальмонтом, она фиктивно вышла замуж за какого-то латыша. Имела с ним неприятности. В Париж приехала без визы и денег, но с длинной жемчужной цепью. Продала, и они хотели на эти деньги с Бальмонтом ехать в Конго. Но Елена, это Елена Константиновна Цветковская, заявила, что если они поедут, она ляжет на рельсы. Они никуда не поехали, но ожерелье почти иссякло. На эти деньги она и купила у Бальмонта книгу, которую, конечно, и не думает издавать. Дала она Бальмонту и две тысячи, которые он протряс в один вечер на глазах у Коли Гессена после того, как мы обедали с ним. Вообще, по ее словам, раз в месяц Бальмонт пьет, и тогда все деньги, какие оказываются у него в кармане, он раздает, тратит, как было и с теми, которые Ян передал за перевод от французов. Да почему Елена Константиновна не отбирает их у него? Как можно? Это оскорбит поэта. Бальмонт думает всегда, что это в последний раз. На следующий день, 27 апреля. У нас завтракала Анна Николаевна Иванова. Вот необыкновенный человек. Она святая. Из любви к Бальмонту она живет с ними, исполняя почти всю черную работу, тогда как Елена большую часть дня курит и размышляет о Бальмонте. Дагмара рассказывала мне, если Бальмонта нет дома, то Елена сидит как завороженная, курит и смотрит на его кресло. После завтрака мы пошли к Дагмаре вместе с Яном. Он зашел посмотреть книги Бальмонтовской библиотеки. Все вещи конфискуются за невзнос платы за квартиру, и бедная Анна Николаевна вытаскивает кое-что, как книги или дорогие портреты. Она предлагает взять нам то, что нужно, так как все равно это пропадет. Дагмара думает, что Елена занимается черной магией, и что она колдовала Бальмонта. И еще на следующий день, 28 апреля, Дагмара уехала. Она очень рада, что у нее будет ребенок, а то скучно жить. Ну вот, наверное, на этом можно и закончить. Догадались ли это такое, Роберт? Да, это неизданные фрагменты из дневника Веры Николаевны Муромцевой Буниной, которые в лицах ранятся. Спасибо, я действительно просил это кратко, но это загадочно. Вообще, об отношениях между Бальмонтом и Буниным, между Бальмонтом и Мережковским, между Бальмонтом и Прокофьевым, Куплиным. Очень много загадок в этой книге. Да, ну вот, те фрагменты, которые Милица Грин купировала, они, в общем, как-то на это работают. Там есть большой разговор по поводу романа, и когда вы говорите, что это с жизнью Арсеньева параллельно, как-то выясняется, что Бунин совсем так не думал. Нет, это ясно. Так, но вот теперь я представлю Наталью Ивановну Бруни, которая немножко перекладывала. Я туда в стенку подойду сюда. А может, это сюда хоть? Нет, нет, я вот так вот здесь встану. Мои дорогие... У нашей семьи сегодня... Сидит его вдова и трое его детей, которые пришли, чтобы быть в этот день вместе с нами и со Светланой. Роберт попросил меня рассказать, что для меня значит эта книга. Я подумала, а что для меня значит Бальмонт? Мой внук спросил про Светлану. Это дочь Бальмонта? Я говорю, да. А ты знаешь, что такое Бальмонт? Он говорит, конечно. Это мой прапрапа-дедушка, он писал стихи. Вот так и для меня с детства Бальмонт был родня. Отец моей бабушки Нины Константиновны Бруни. Мы, ее внуки, знали про него много забавных вещей. Например, как он ел бутерброд. Не откусывал, а резал его на маленькие кусочки и клал в рот. Мы говорили, сделай мне бутерброд, как дедушку Бальмонт. Он всегда читал сидя, а не лежа, и чтобы свет падал с левой стороны. Бабушка Нина Константиновна старалась читать так же. Мы знали много его стихов и экспромтов. Например, на свадьбу князю Руссову. Всегда одно люби вино, всегда одну люби жену, и там и здесь вредит нам смесь. Когда мы выросли, то узнали, что вино любое ему было противопоказано. И жена у него была не одна. Было много замечательных женщин, которые отдали ему свои жизни. И Дагма Шаховская, молодая, красивая, блестящая, образованная аристократка, замужем за князем Шаховским, бросила все и пошла за ним на чужбину, на голод, на бесправие, на унизительную жизнь матери-одиночки. Почему? Что было в этом небольшом, не очень красивом, рыжем, странном мужчине, что такие женщины и моя прабабушка Екатерина Алексеевна Андреева Бальмонт были так ему преданы и верны всю жизнь. Екатерина Алексеевна написала воспоминания о Бальмонте, о своем муже, который бросил ее и уехал с другой женщиной, Еленой Цветковской. И что же? Ни одного слова упрека, ни одной обиженной интонации, только уважение, восхищение и благодарность. Мы росли и узнавали о Бальмонте все больше увлекательно, что он был полеглот, что он перевел массу книг на русский язык, что он совершил кругосветное путешествие, и главное, что он был невероятно трудолюбив и работал всегда. Потом я узнала, как он любил Грузию и как Грузия любила его. Он сделал первый перевод поэмы Шата Руставели на русский язык и назвал его «Видясь в барстовой шкуре». Когда пришло время продлевать могилу Бальмонта во Франции, моя бабушка и его дочь Мин Константина обратились в Союз Советских Писателей за помощью, но они отказали, а Союз Писателей Грузии все оплатил. На набережной Куры висят портреты людей и грузин, которые сделали что-то хорошее для Грузии. И там мой Бальмонт. Когда я с бабушкой Мин Константиновной приехала в Берисе в 79-м году, нас встречали разные писатели и друзья. В такси говорили, естественно, по-русски. Водитель грузин спросил, а что за старуха, которую я везу? Ему ответили, что это дочь Бальмонта. Он остановил машину, вышел и сказал, «Я не могу говорить об этом, сидя». Знаем ли мы, кто первым перевел Кушкина на любой язык? Литовцы очень любят Бальмонта. Они им очень благодарны, так как он единственный за них вступился во время литовско-польского конфликта 1920 года. Литовцы поставили Бальмонту памятник. Его любили Бальмонту и Цветаева, и не любил Буни. Он был первым поэтом России в течение 20 лет, мой Бальмонт. В 1978 году к нам первый раз приехала его дочь Светлана. Мы сразу полюбили ее, а она нас. И с тех пор, вот уже 15-й раз она в Москве. Однажды Светлана, после того, как побывала в России, сказала, «Все мое окружение и моя семья, да и я сама, считали меня сумасшедшей, а оказалось, что я русская». Спасибо всем, кто сделал эту книгу и кто устраивал эту течению. Благодарю вас. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Когда я задумал эту презентацию, я никогда не делал презентацию в своих книг. Я хотел это сделать, я себя полагаю снателу. Это дарский большой человек для меня в моей жизни. Но надо сказать, что эта семья, Мальмонтов и Бруни, вообще принимает меня очень тепло. И дар распространяется, все время развивается в новые стороны. Снатомство с Натальей Ивановной, с Андреем, с Дмитриевичем, и с другими членами вашей семьи. Также очень много значений для меня, лично для нас. Я очень рад, что я не нашел. Все-таки вы пришли сегодня. Очень много значений. Но хочу сказать, что меня также тепло приняли за своего в Шуй Иванова. И хотел, чтобы здесь была представлена и этот вид рода Пальмонтов. Поэтому последний выступит Михаил Юрьевич Пальмонт. Наш господь Шуй. Спасибо, что приехали. Дорогие друзья, мне приходится к последнему сегодня выступать. И очень-то это и легко, и тяжело, потому что, что я хотел отчасти сказать, уже сказали. Но мне кажется, тогда вот на это обратить внимание. Я просто хочу рассказать с точки зрения пальмонтоведов, которые, в общем-то, здесь приехали с Шуй и Нерадой. У нас приехало оттуда 8 человек. И все пальмонтоведы, которые занимаются изучать Константина, стараются его популяризировать. Здесь есть и с Иванова. Прессан Юрьевич Романов приехал сюда специально на это дело на сегодняшнюю презентацию. Мне хочется поблагодарить Светлану Константиновну за то, что она разрешила публиковать эти материалы в полном объеме, потому что я понимаю, с другой стороны, что много там таких есть интимных моментов, которые нелегко согласиться публиковать. Но спасибо Светлане Константиновне, что она согласилась, что Роберт это все аккуратно подал и может теперь судить, читать о Бальмонте. Мне чем приятна эта книга? Тем, что она, как бы вот, заграничная жизнь Бальмонта, она мало изучена до сих пор. И когда мы говорили, например, с директором Пушкинского дома, он говорит, что Бальмонта мы не можем изучить, потому что он не собрал. Он распылен по миру, его надо сначала собрать, потом, так сказать, вот это было капитально изучать. Это единственный из всех поэтов серебряного века, который вот такой. И вот эта книга, она дает и Бальмонтоведам, и ученым возможность, не ездив, не выезжая в Америку, познакомиться с этими письмами, потому что вот это 20-й, 26-й год. Мы помним, что вышла книга Задовская и Бомберт-Левина в 2005-м году, переписка Бальмонта со Шмелевым. Там 26-й, 30-й, по-моему, первый год. То есть вот картина его заграничной жизни уже из этих писем вырисовывается. А еще раньше, вы помните, когда в 89-м году Нина Константиновна публиковала книгу, значит, воспоминания Вера Алексеевна Андреева и Бальмонт. Там тоже Екатерина Алексеевна Андреева и Бальмонт, там тоже такой пласт больших писем, и вот это все вместе, вот эта книга, она как бы выполняет вот это все, и теперь жизнь Бальмонта за границей, она становится более понятной, более, так сказать, ясной в исследовании. Мне хочется сказать, что Бальмонт не так давно возвращался к нам из-за границы. Первая книга о нем вышла в 1969 году. Владимир Орлов выпустил эту книгу Константин Бальмон стихотворения. Кираж у него, правда, был хороший, 100 тысяч экземпляров, и вот 45 лет назад эта книга вышла, и вот 45 лет как Бальмонт введен в оборот на его родине, потому что мы сейчас с вами помним, что он считался эмигрантом, декадентом, символистом, все это нехорошие слова были при советской власти, поэтому не печатали, и даже если мы вспомним в 1936-1937 году, когда печатался перевод его на русский Азарт Аруставель, в издательстве Академии, то там во вступительном слое много говорится Азарт Аруставель, и потом одна строчка, что мы печатаем в переводе Бальмонта, потому что другого перевода нет. Вот такая вот судьба, и вот то, что он возвращается на родину, и то, что мы можем теперь читать, я хочу напомнить, что в этом году Бальмонт вышел в ЖЗЛ, в серии «Жизнь замечательных людей» в этом году тоже вышла книга Бальмонт, здесь книга Бальмонт, очень прекрасный «Бальмонт воспоминаний современников» вышла. То есть теперь можно его уже ощутить во всей полноте. И не только каких-то отзывов злопыхателей, отзывов его людей, не любящих, но и, так сказать, со всех сторон посмотреть в полном объеме. Мы стараемся Бальмонт популяризировать на его родине, и проводя ежегодно ближе к 15 июня проходят два дня Бальмонтарских праздников, это всероссийские Бальмонтарские праздники, вручаются всероссийским Бальмонтарским премиям Константина Бальмонтар, она называется «Будем как солнце». И вот это все позволяет его немножко снова внести в литературу, в культурный оборот. Что еще хочется сказать, что не за горами 2017 год, когда исполнится 150 лет со дня рождения Константина Дмитриевича, и, честно говоря, нам бы очень хотелось, чтобы ученые, писатели как-то вот эту дату не пропустили, и как-то Бальмонтар еще больше довели до людей, до читающей публики, потому что, к сожалению, вот его одни и те же стихи, если мы посмотрим, что выпускается сейчас его стихи, вот как взяли, так и книжки в книжку одни и те же, одни и те же дни. Хотя огромный класс его, допустим, зарубежных стихов, зарубежных, не только стихов, но и прозы, и эссе, и прочее, прочее, он как бы гетрон, до сих пор. То есть, он не веден в оборот, и просто люди не могут его почитать. Ну и последнее, что я хочу сказать, Константин Дмитриевич Барман, он жив, и он сейчас есть. Мой внук, Константин Дмитриевич Барман, 26-го года рождения, так что, кто хочет на живом посмотреть, пожалуйста, приезжайте, всем покажем. Светлана, будучи у нас в 2007 году, его еще маленьким держал в руках, сейчас он учится в школе, прекрасно танцует, читает стихи, так что вот полная тезка есть. Так что вот дело, его не умирает. Спасибо. Спасибо. Я должен сказать, что в этот род, в эту семью Баймонтов, Грумни и Баймонтоведов входит еще Татьяна Сергеевна Петрова. Владимировна. Татьяна Сергеевна Петрова, Баймонтоведов. В семью и Баймонтоведов. И Татьяна Сергеевна, но и Сашуевна. Да. Но Вы хотели представить Татьяна Сергеевна Петрова? Я хотела спросить имени Ларисы Владимировны Назаровой, вице-президента Российского фонда культуры. Она находится сейчас в Германии, просила всех приветствовать, очень сожалею, что она не может присутствовать. Потому что она, конечно, вложила всю душу и все свое время для того, чтобы все-таки состоялся проект установки из премиаренной доски на доме, из которого приехал Баймонтоведов. Без нее этот проект никогда бы не состоялся. Вот она просила передать себе привет, очень сожалеет, что ее нет. А я хочу только добавить, что для меня эта книга, конечно, очень много значит в том плане, что к творчеству и к взаимоотношениям Баймонта с писателями заубежья, кому бы мы не обращались, мы информацию дополнительную извлекаем из этой книги. Будь то дружба Баймонта с Прокофьевым, будь то его дружба с Ашмелевым, дружба и творческие взаимоотношения с Зайцевым, кому бы мы не обратились с Куприным, мы все, мы, в общем-то, вот такие житейские отношения его и с Мерешковским, и с Гиппиус, мы черпаем информацию отсюда, из этих писем. Так что огромное спасибо Светлане, спасибо Роберту за то, что он убедил Светлану, и что нужно издавать полностью, не то, что было издано в журнальной публикации, а издавать этот материал полностью. Спасибо огромное. Это была Татьяна Сергеевна. Это была Татьяна Владимировна. В Лобе Петровой. Да, я рада, что меня включили в семью Баймонта-Баймонтов, и должна сказать, что мы все, шуяне, приехавшие сейчас на этот великолепный совершенно праздник, мы все себя осознаем одной семьей. Баймонт нас объединяет, то бишь Баймонт. Шуя – это Баймонт. И все родственники Баймонты. Поэтому все шуяне узнаваемы по этому удалению. Дорогие друзья, мне очень хочется поблагодарить авторов прекрасной совершенно книги и Роберту Берду вручить тот резидент, который привезли. Сейчас я немножечко о нем скажу. И Светлане Константине мне тоже. Дело в том, что в шуе только-только вышла книга в издательстве Огении Бешева, из которой мы сегодня начали. И в издательстве шуйского филиала Ивановского университета книга, связанная с человеком, очень близким к Баймонту, с Борисом Зайцевым. Все знают, что это был один из ближайших его друзей, и это был один из немногих, кто провожал последний путь Баймонта. Я просто, знаете, вот сижу в душевном трепете. Почему? Вот то, что сегодня произошло с Василием Ивановичем Бруни, он отправился в мир иной, жизнь его будет продолжаться теперь в другом совершенно мире, в пространстве, в другом качестве. И то, что Зайцев провожал в мир иной Баймонта, вот как хотите, это промыслительно. Поэтому книга действительно знаково звучит в сегодняшнем нашем собрании. Мне хотелось бы подавить экземпляр этой книги устроителям и этому замечательному Дому Лосин. Спасибо огромное. Ну и, наверное, фонд русская зарубежья, да? Фонд русская зарубежья. Наверное, нашему уважаемому профессору Кудамову, который в Серебряный Вет то есть скоро открывает нам пути. Спасибо всем огромное. Извините меня, пожалуйста, Татьяна Сергеевна. Не за что. Владимира Петровна. Не за что. Ну, теперь мы закрываем все, что-то, что-то, что-то... На самом деле, нет. Дело в том, что, дорогие друзья, как вы знаете, у нас будет еще сегодня концерт, но я была уверена, что филологи не могут быть кратки, и поэтому мы договорили, что наш концерт начнется с 7 часов 15 минут, и у нас еще 45 минут. Мы можем сделать, конечно, небольшой пейры перед этим, но я думаю, что, может быть, мы воспользуемся временем, и если есть вопросы выступавшим, то мы позволим эти вопросы задать. Да, и еще, так как нас смотрит аудитория интернет, аудитория, если у нас будут, у нас идет прямая трансляция нашего речка, если вдруг будут вопросы из интернета, Татьяна Сергеевна, тогда вы их отпустили, пожалуйста. А выступающих? Можно я воспользуюсь? Да, пожалуйста, любые вопросы, мне больше не просто, а также к Светлане Константиновне. Я очень рад, что Бальма снова нарабатывает. Я подходил сегодня к той доске, которую почти год назад мы открывали. И то, что звучало в прошлом году, я думаю, не грех, а звучит и сейчас. Не затерло время даты, правда есть на небесах. Бальмонт снова на Арбате, у Николы на песках. Бальмонт русый, Бальмонт рыжий, русский, искренний, родной, из далекого Парижа возвращается домой вольным ветром, ярким светом, разрезая мрака страх, чтобы вновь встречать рассветы у Николы на песках. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте. Это Шуя. Это Шуя. Это Шуя. Настя, вы... ... ... ... ... ... ... ... ... ЛИТЕРАТУРНОЙ, потому что в ней, когда-то в гимназии, и учился Константин Вальмонт. Конечно, сегодня такая печальная новость. Василий Львович и Бруни не могу не сказать. Василий Львович Бруни у нас очень часто был. И он любил нас, и мы любили очень его. Это очень такая утрата, большая утрата. Но хочется сказать всем родственникам, потому что у нас бывают очень многие и часто. И сегодня автором книги, автором книги то, что действительно вот эта книга и все, что выходит о Бальмонте, оно очень нужно. И детям, и учителям, и жителям нашего маленького города, и, конечно, Ивановской области, и вообще в России. Потому что Бальмонт Михаил Юрьевич сказал, Бальмонт к нам возвращается, и мы гордимся, что он является нашим земляком. Большое всем спасибо. И вот такой небольшой подарок. Здесь у нас в нашей гимназии уже исполнилось 140 лет, который когда-то учился. 141. Уже 141. Да, я уже юбилей. Юбилей. Так, спасибо. Да, большое. Спасибо. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...